я уже день такой что ничего не успеваю у меня правда я еще успела сбегать в разные места получить посылочки мне сегодня пришла пряжа заказала в новом магазине для себя еще не знаю какая что ну хотела пушистенькую пряжу сейчас открою посмотрю я открою так покажу а завтра я уже наверно продолжу снимать покажу что за пряжа приехала пошуршу сейчас потому что темно ничего не видно я не помню слушать то ли у меня здесь альпака то ли у меня здесь махер три вида пряжи покромсала да это содержание махера и и один стопроцентный меринос вот это вот мулине но завтра посмотрим сейчас на ли ничего не видно это мулине стопроцентный меринос а это с махером пряжа это смесовкой то и другое вот это меланж это более такой чистый цвет в общем завтра посмотрим еще как следует посмотрю что у меня тут сколько вот эти я брала в остатки вот этим а вот это я заказывала метраж сколько мне надо это размот а я тут прибежала в общем взяла посылку съездили вернее мы с мужем за посылкой потом вал переси я заказывала кнопки вот такие кнопки но тоже не видно завтра да я уже пришлю что карманы я пришел на кардиган завтра я пришлю уже кнопочки такие они ажурные кнопочки и посмотрим при свете дня всю эту красоту и еще получилось так что предыдущую посылку еще смотрю у меня нигде нет ни в плейлистах нигде не видео я общем как-то забыла и показать даже что я получила какую пряжу там тоже шикарная пряжа вся тем более я сейчас довязала кардиган себе и уже руки чешутся что-то хочется другого не знаю что-то мне пушистенького захотелось у меня там тоже есть еще пушистенькая а это это я буду добавлять чтобы она мне как бы добавляла пуха ангур это пух ангурской козы да а махер что надо почитать но пушистенький и мягкий вот есть иногда берешь колючий такой махер а это а это прямо мягкий я смотрю свою любимую мэри и тут и распаковкой занимаюсь и всем подряд в общем завтра покажу уже пряжу потому что хочу мэри досмотреть и сегодня с такими перерывами на обед смотрела мне чуток это беготня целый день я надо сказать последнее время вообще никого не смотрю вообще никому а вот смотрю только мэри я смотрю и отдыхаю вот мне с ней хорошо хорошо и уютно вот мэрочка привет тебе дорогая выздоравливай скорее смотрю за твоими успехами радуюсь за тебя какую красоту ты вяжешь вот так что давай до встречи я думаю что скоро ты выздоровеешь и будешь смотреть побольше болталочек снимать я люблю болталочки вчера получила посылку практически одновременно пляжа пришли кнопки вот такие кнопки я хочу сделать на жакете вот они такие ажурные симпатичные вот такие кнопочки мне кажется быть неплохо будет вот одна эта пуговица петельку я сделала вообще конечно получилось не так как я планировала но вот когда голова занята непонятно чем то иногда происходят такие вещи в общем я вывязала одну петлю и петлю я хотела сделать конечно по-другому вот но смотрите у меня я планировала вот это вот вырезать вот такой вот яркой 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 ниточкой да когда я начала отделку вот этой яркой ниточкой она потерялась смысла нет вот совсем поэтому я я обработала конечно обработала конечно обвязала петлю но оставила так как есть тем более что дальше у меня петель не предвидится будут кнопки поэтому я подумала что тем более закрывается пуговицы но если я вот я расстегну до пуговицу беру когда на распашку носить вот то не особо видно какая тут петля обработанная она не обработанная в общем вот так да вот так получается ладно меня это вполне устраивает главная петля удобная по размеру пуговицы сделано качественно добротно вот и теперь теперь мне осталось пришить кнопочки да так кнопочки мои так сюда пойдут сюда пойдут вот такие примерно на таком расстоянии я буду так 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 это не то вообще я потом промерю 5 или 4 кнопки всего вот 4 5 кнопочки да вот так где-то посерединке их практически не видно видно только вот вот эти серебряные серединки черные вот эти ажурные окантовочки их не видно ну мне кажется все равно будет неплохо так вот будет застегиваться вот к этой стороне соответственно я пришью вторую часть от кнопочек так раз два три четыре да пять я думала четырьмя обойдусь нет пять штучек я буду пришивать мне кажется это будет хорошо так это где-то ну 10 сантиметров между ними будет десять с половиной будет нормально и покажу как я сделала карманы я их все-таки связала пришила перед тем как пришить я их по краю вот у меня карман один покажу да я думаю видно вот так поближе я надеюсь видно но у нас света совсем никакого нет дневного то есть у нас все время пасмурно и пасмурно получается что ну снимать даже при искусственном освещении очень сложно это надо какую-то очень сильную лампу ставить вот связала самый обычный кармашек сейчас я скажу какая длина какая ширина где-то получается сколько 4 сантиметра резиночка общая длина кармана 16 сантиметров и вместе с айкордом 17 сантиметров я пробовала айкорд на трех петлях на четырех петлях мне не понравилось то есть я вот когда смотрела да вот видите у меня вот этот как кантик да айкорд он не пришит как вот показать вот видите он не пришит плохо видно конечно я вшивала карман на машинке сначала на металла ручную потом вшивала на машинке пристрачивала по краю айкорда для того чтобы у меня вот это вот красота вот как кантик да вот этот айкорд у меня как кантик чтобы он у меня вот сам по себе ссорен Существовал как просто красивая обработка. Мне кажется, неплохо получилось. И кроме того, что я сделала с айкордом? Я вывязывала квадратный карман. Он квадратный, практически квадратный. Ну, прямоугольный назовём. И когда я дошла до угла, я скруглила айкордом угол. И у меня получились полукруглые кармашки. Полукруглые кармашки. Мне кажется, это очень хорошо. Вот они, вот так лучше видно. Вот такой полукруг. Видите? А это вот айкордик. Вот он у меня вот так вот сам по себе. Он является, конечно, продолжением кармана. И в то же время он сам по себе. Вот такая красота. Мне кажется, очень украшает карман. Вот, а все вот эти красоты, которые я тут вывязывала, ну, тут вот кое-что видно. У меня часть пошло, я уже показывала под карман. То есть, я не рассчитала. Не видно. Ну, вот тут кое-что видно, да. То есть, вот у меня тут разделение полотна на лицевую изнанку. Тут немножко видно. Тут тоже вот низ. Можно было начать, конечно, разделение лицевого полотна чуть выше. Почему-то мне эта мысль пришла поздно. Вот. Вот так вот смотрится. Все, он у меня готов полностью. Осталось пришить кнопки. И можно уже показать. Покажу, как он на мне сидит. Сидит очень хорошо. Вот. Кто не в курсе, значит, кто не смотрел первые видео об этом кардигане, я скажу, что я вязала сверху вниз от планки. Родоначальником этого кардигана послужил кардиган, который я вязала много лет назад. Я его тоже показывала. Там у меня планка-воротник, и я от нее уже вывязывала там во все стороны. Ну, это многие так вяжут. Ничего тут мной не придумано. Так многие вяжут. И потом, значит, вот планка распределяется от планки направления на рукав, на спинку, на перед. Это уже в зависимости от того, как вы себе придумаете. Это как тот же конструктор. Да, вот смотрите. Вот. Вот эта планочка я связала. Сейчас скажу, сколько. Включая, по-моему, плечо я связала. Потом я набирала дальше. Да. Да. Это я извиняюсь. Так, сейчас я вам скажу общую длину планки, которую я связала. То есть, планка по спинке и планка по рукавам у меня была. Да. Вот 50 сантиметров я связала. А потом, когда я уже вывязала, то есть у меня тут прибавление, тут у меня есть развороты по спинке обязательно. Хочу связать все-таки себе вот такой же мятный кардиган. Вот я нашла определение мятный, мятно-зеленый. Очень хочется мне так же связать. Только я не буду этот воротник планку делать. Я, может быть, шалевый сделаю воротник. Но принцип может быть такой же. А может быть, по детально свяжу. Не знаю. Вообще, для того, чтобы, конечно, потом вываливать фрагменты, удобней частями вязать. То есть, перед спинку, рукава отдельно. Но вот получается, вот эта прелесть валяния по квадратам, потом аппликацию делать, все-таки, конечно, когда нет швов. Вот это вот преимущество. Я уже, конечно, сняла все здесь маркеры, потому что нет смысла его держать дальше с этими маркерами. Показывала уже на манекене, как он выглядит. Мне оставалось тогда пришить карманы, связать, пришить карманы. Все, карманы готовы. Теперь осталось только сделать, пришить кнопки. И все. И можно примерять. Ну, шикарный получился кардиган. Просто шикарный. Да, по весу он у меня получился 600 с чем-то грамм. Довольно тяжеленький. Ну, потому что использовалось 4 нитки. Я показывала, какие нити я использую. Там в предыдущих видео по этому кардигану я очень хорошо показываю, какие ниточки. Здесь в основном хлопок. Три нитки хлопка и одна нитка мериноса с эластаном. Вот. Так что, кому интересно, перейдите. Я ссылочку размещу, где я делала обзор той пряжи, из которой я вяжу. Можно посмотреть. То есть, это не конкретная пряжа. Это я делала вот такую смесовочку. Смешивала 4 вида пряжи. И в результате у меня получилась такая толстенькая, очень красивая, интересная нитка. Вся пряжа итальянская, хлопок итальянский, меринос тоже итальянский, бобинный, меринос и вся пряжа бобинная. Весь кардиган связан из итальянской пряжи. А тут вспушенный хлопок есть, хлопок с шишибриками, потом что еще? Какой тут у меня? А велюр и вот меринос с эластаном.